Особое мнение на 101FM Касается он регионов В первую очередь обнуляются, если можно так сказать, губернаторские сроки Если раньше можно было выдвигаться два раза подряд То теперь регион сам, видимо, принимает решение Сколько раз это будет Губернатор, я бы сказал Сам принимает решение Вот это хорошо или плохо, или ничего не меняет? Ну, принцип несменяемости власти, если в теоретическом контексте размышлять То, конечно, имеет больше плюсов при условии, что тот, о ком идет речь Является эффективным, заинтересованным, любит регион У него рабочая команда и так далее С другой стороны, если руководитель региона Лицо не столь эффективное Но это лицо достаточно лояльное к федеральному центру Возглавляет или представляет какую-либо Одну из местных бизнес-групп олигархических Либо возглавляет одну из региональных отделений партии власти То в этом случае можно получить обратную ситуацию Что неэффективный, несменяемый руководитель будет вести регион в утопию То есть ситуация будет только ухудшаться Поэтому однозначно говорить о том, что это хорошо или плохо Достаточно сложно Потому что я думаю, что, я знаю, что есть ряд регионов Где действительно губернаторы сидели с советских времен И во многом регион развивался именно потому, что не было вот этих вечных скачек Но с другой стороны, опять же, есть и другие регионы Где мы видим обратную ситуацию Поэтому я считаю, что в той современной схеме модели устройства власти Которая существует в России Собственно, количество сроков Да и возможность отработки всего срока Мало зависит от губернатора Больше зависит от президента Поэтому сколько ему там будет отведено, столько будет отведено Поэтому эта норма, на мой взгляд, пока ни о чем Пока мы не видим и не понимаем конкретных людей Если говорить, предположим, по Кировской области То есть пока мы не понимаем, что у нас будет происходить с руководителем региона Ну, как бы эта норма применена Судить достаточно тяжело А вот интересно, в том же законопроекте, так я понимаю, прописано Что ограничения по срокам устанавливаются индивидуально в каждом субъекте Ну, то есть прям вот так вот каждый будет решать Если этот законопроект вышел, ну, так, наверное, ведь у всех как-то более-менее одинаково должно быть Ну, это, опять же, разговор о несовершенстве системы государственного управления в нашей стране Да, вот эти С одной стороны, нормативные свободы, которые даются регионам И, там, та практика применения, когда мы, там, понимаем, что, там, решение федерального центра Оно, как бы, все равно остается главенствующим Потому что регионы в большинстве своем и финансово, и прочим образом зависимы от федерального центра И поэтому, там, выстраивание региональной нормативной базы однозначно будет коррелироваться с установками, которые будет давать федеральный центр Ну, вот вы сказали, что мало зависит от губернатора, да, то, сколько он продержится, так скажем И вот в этом законопроекте есть как раз эта норма о том, что теперь президент сможет проще, так скажем Убрать губернатора с поста, нужен только сам факт утраты доверия То есть, если раньше, там, это, не знаю, уголовное дело, коррупция, да, там, заграничные счета, еще что-то То теперь, вот, просто факт утраты доверия В этом случае, как бы, лучше-то кому будет? Только тем, наверное, губернаторам, которые в систему не впишутся, да, не придется в тюрьме отсиживаться за это Не, ну, вот, понимаете, вот эти два момента, две нормы, которые в законопроекте есть Это по поводу формулировки утраты доверия, по поводу того, что теперь, там, все руководители регионов должны называться главами Это было уже, если мне не изменяет память, лет пять назад Мы уже говорили об этом, и норма, связанная с пунктом утрата доверия, они, там, тогда уже обсуждались И обсуждались не только, вот, в рамках тех ситуаций, которые вы обозначили, там, уголовные дела, болезнь, там, и так далее, да То есть, право применения их даже было какое-то, я знаю, что несколько глав, предположим, Белгородская, если мне не изменяет память Нет, не Белгородская, другой какой-то регион, где, там, губернаторов снимали именно с формулировки за утрату доверия Вот, то же самое, там, с главами, да, то есть, год-два вроде как все простояло А сейчас мы опять видим и президентов, и губернаторов, и кого только не видим То есть, ну, если раз в пять лет, как бы, шлифовать те нормы, которые уже приняты, да, там, но не работают Ну, ради этого, я думаю, не стоит принимать законы Слушайте, а вот по поводу главы, да, региона, ну, слушайте нам теперь, что, может быть, президентов торговых, торгово-промышленных палат убрать Тогда президентов каких-нибудь, не знаю, фондов, поддержки предпринимательства, банков Ну, еще раз говорю, то есть, как бы, мы же понимаем, что, там, как ты его не назови Да, то есть, если народ принимает, что, там, в республиках есть президенты, и они действительно являются такими лидерами национальности, да, то, как бы, пусть они будут президентами Это, там, вот, я думаю, что никого, может быть, кроме федерального центра-то особо не смущает Вот, в любом случае, с точки зрения официальных формулировок, они называются главы региональной власти Там, главы регионов, и, как бы, зачем из-за этого, опять же, там, принимать закон Тоже особого, там, понимания у меня, у меня лично нет Вот, а, там, если у нас он, там, называется губернатор Ну, пусть называется губернатор Вопрос не в том, что мы, как бы, как жители ожидаем, все-таки, не столько изменений в названии, сколько эффективных решений Вот, как бы, мне кажется, этот закон никоим образом не способствует тому, чтобы деятельность руководителей регионов Руководителей и депутатов представительных органов была более эффективна Ну, вот, вы, действительно, несколько раз уже сказали, что я не понимаю, зачем, не знаю, зачем, непонятно, зачем А вообще, вот, ну, есть какое-то общее представление, понимание, для чего этот закон появляется? Смотрите, да, то есть, мы, в любом случае, находимся в избирательном цикле И, там, вплоть до 2024 года у нас постоянно будут выборы, там, весной и осенью, и, в том числе, глав регионов и так далее И, по моим ощущениям, мы, все-таки, в большей мере, там, принимаем подобные законопроекты Рассматриваем, да, там, наши депутаты именно в преддверии формирования, скажем так Повесток трендов избирательной кампании 2024 года Когда нужны будут какие-то решения кандидатов или решения действующего президента Связанные с усилением региональной политики, там, показом своей эффективности работы с государственной системой Поэтому, как бы, на мой взгляд, это, вот, все идет туда Потому что, ну, большой значимости, там, подобные законопроекты, вот, на мой взгляд, точно не имеют Перейду к вещам более приземленным, да, и нам понятным У вас, Михаил, есть QR-код? Есть Я имею в виду, тот, который дают после вакцинации Есть Как вы себя ощущаете с ним? Вам лучше? Вы понимаете, вопрос заключается в том, что, вот, там, последние две недели я постоянно находился в командировках И могу заверить, что это, опять же, не какая-то, там, пропаганда или реклама Это просто констатация ситуации, что, там, ни в одном месте у меня его не спросили А помимо всего прочего, я могу сказать, что, предположим, там, в Москве На мою реплику о том, что, там, вот, у меня есть, там, QR-код, мне сказали, ну, это все классно, это все хорошо Можешь даже показать, если хочешь, но нам нужны ПЦР-тесты И, как бы, вот, в связи с этим То есть, если вас куда-то не пускали, то потому что у вас не было теста, да? А здесь, в Кирове, он вам как-то пригождался? Ну, в Кирове я ни разу еще не сталкивался, ну, за исключением, может быть, обеда, когда, там, переходишь в столовую Строго спрашивали И тебе так в глаза смотрят и говорят, QR-код есть? Ты говоришь, есть, тебя пропускают А, то есть, в принципе, если быть, ну, немножко наглым, то можно даже поесть Ну, да, даже в Кирове можно даже поесть Ну, в целом, мне кажется, что, вот, собственно, там вся эта эпопея, она, там, да, имеет место быть Ну, там, мы до сих пор, опять же, там, находимся в стадии полного невидения того, хорошо это или плохо Вот, но, там, я не являюсь сторонником того, что, вот, периодически обсуждают, там, введение в Кирове QR-кодов, там, на общественном транспорте где-то, там, вот, там, на мой взгляд, как бы, точно не имеет места быть актуальным Вы имеете в виду, не поможет, ничего не решит? Я считаю, что это будет неправильное управленческое решение, да, то есть, еще раз говорю, там, комментировать, насколько это эффективно с точки зрения, там, эпидемиологической ситуации, там, я не берусь, потому что я не являюсь экспертом этого вопроса Это раз, во-вторых, там, ну, мы не, все-таки обладаем достаточное количество информации для того, чтобы понимать, эффективно это или нет Потому что, если признано, что даже, несмотря на вакцинацию, человек может заразиться, человек может быть переносчиком ковида, ну, соответственно, там, усиление именно вакцинации должно быть тоже обосновано Почему тогда в этих условиях необходимо вакцинироваться? А что вы имеете в виду под неправильным управленческим решением? Если будут усиливаться меры, связанные именно с введением QR-кодов Вот я об этом говорю А неправильность в чем я вот об этом говорю? Если будут усиливаться, да, то есть, вот, там, сейчас есть, там, ограничения на, там, использование QR-кодов при посещении, там, общественных мест, да, там, но если собираются, вот, я говорю, как были разговоры о том, что, там, QR-код на входе в общественный транспорт, например, да, там, или еще что-то Ну, вот, я, честно говоря, противник этого Вы о том, что это как-то, не знаю, еще больше расслаивает общество, то есть, неправильность-то этого в чем, на ваш взгляд? Неправильность в том, что это будет намного сильнее еще, как бы, заводить негативно людей, да, то есть, перед всем при этом, там, эффективность всей этой кампании, она не доказана Ну, вот, губернатор говорит, что, значит, мера действенная, потому что помогла не усугубить ситуацию А с другой стороны, вот, интересно, там, ну, мы видим, правда, люди пошли вакцинироваться, если листаешь Инстаграм, там, все знакомые делают прививку, снимают это на видео А вот что толкнуло-то нас? QR-коды или возрастающее число заболевших? Я, честно говоря, много слышал от, там, своих знакомых, что люди пошли не за вакцинацией, а за пропуском То есть, там, эти меры, они привели к тому, что, там, действительно, когда, условно говоря, как волков обложили флажками, то людям ничего не остается для того, чтобы дальше работать Вот, идти, ставить, идти То есть, нас не напугать, нас можно только заставить, вот так вот, да, получается? Ну, еще раз, там, уже много, везде, на всех уровнях говорится, что, там, компания связана с тем, чтобы людей запугать, она неправильная То есть, необходимо, там, людям говорить правду, да, там, вот, буквально, где-то вчера я разговаривал с одной знакомой, которая говорит, что, вот, там, на мой взгляд, было бы эффективно представить реальные все цифры По количеству заразившихся, по количеству умерших, по количеству, там, заразившихся, числа вакцинированных, там, и так далее Так это и может напугать, я об этом говорю, я говорю не о том, чтобы пугать специально, а о том, чтобы говорить правду, реальные цифры, наверное, могли бы напугать Ну, могли бы способствовать, не напугать Ну, да А способствовать повышению доверия Потому что, там, когда мы, с одной стороны, там, видим на официальных сайтах, там, количество заразившихся, количество умерших в Кирове, которое, там, количество заразившихся увеличилось более чем в два раза А количество, там, умерших, как было два человека, так и остается А потом узнаем из выступления гуликов о том, что наш регион, там, находится в числе 20 с наиболее острой ситуацией То возникает вопрос, как бы, в чем это выражается, где правда? Теперь уже по 4, так что Вот, да, сейчас уже пишут по 4, но в то же время вот эти ситуации, которые были фотографии и в социальных сетях, и продолжают появляться о том, что, там, у нас на районе морга, там, постоянно очереди из катафалков Ну, как бы, они же тоже имеют место быть Поэтому, там, то, что 4, это еще, как бы, лапка, как говорится, на двое сказала, да, там, насколько эта цифра реальна Ну, вот, политика запугать неправильная, но и политика заставить, наверное, тоже не очень, да, хороша Человек может принимать решения, когда он владеет достаточно массивом информации, да, то есть, когда у него есть достаточное количество информации, из которого он может выбирать Да, там, я действительно, вот, там, осознал, что это действительно масштабное действие, да, либо, там, я, мне этих аргументов не хватает У нас в результате, вот, буквально вчера, где-то тоже в соцсетях читал, в результате возникает ситуация, когда кто-то, там, из, по-моему, местных наших общественников, там, начинает кричать о том, что надо всех без вакцины, там, загнобить Вообще их никуда не пускать, потому что мы вакцинированы, мы не хотим ходить рядом с теми, кто нас заражает Тем самым показав полное непонимание и полное неведение того, о чем идет речь, да, то есть, и вот, это же результат, вот, безграмотности А результат безграмотности дальше порождает уже всевозможные слухи и трения, да, там, ведь, как строится большинство споров между вакцинированными и невакцинированными, да А у меня есть знакомый, и вот, там, у одного есть один знакомый, у другого есть другой знакомый В результате поругались, а, как бы, никто никого не убедил А если бы была четкая статистика, не на одном знакомом, да, а на сотнях исследованных Да А вот по поводу QR-кодов в автобусах и прочих ограничениях Вот, на ваш взгляд, они последуют? Ну, вообще, в принципе, реально, что в Кирове введут, пусть это, там, вы и называете неправильным управленческим решением Реально ли, чтобы в Кирове такое ввели? Ну, я предполагаю, что все-таки этот Новый год нам дадут отметить, в отличие от прошлого Нового года Да, то есть, как бы, что сейчас, там, до декабря, возможно, там, будут жесткие меры еще выдерживаться, а потом это будет снисходить То есть, усиления их не будет, скорее будет ослабление, да? А вообще, вот эти коды, это что-то, то, что ненадолго, или, ну, вроде как, сейчас все привыкнут, и так мы их и оставим? Хороший вопрос, еще раз, вот, с точки зрения, там, эпидемиологической, я не могу комментировать Я не представляю, там, как это может развиваться, какие могут возникнуть мутации, и так далее, и тому подобное Поэтому, там, здесь я точно ничего сказать не могу С точки зрения, предположим, общественно-политической, административной, так, правильно, наверное, сказать, административно-политической Ну, за два года отработаны хорошие инструменты для власти с точки зрения организации управления людьми И я более чем уверен, что с, может быть, с отдельными подобными элементами мы будем сталкиваться тогда, когда это нужно будет власти Ну, например, там, опять же, накануне 24-го года, когда, возможно, там, власть боится появления всевозможных антипрезидентских течений, событий, фактов, там, перформансов и так далее Меры уже, как бы, откатанные меры уже, там, доказали свою эффективность Что можно людей заставить обложить, еще раз повторю, флажками так, что, там, они никуда не денутся и будут делать так, как нужно Еще и ответственность себя снять, переложить на предпринимателей, да, сейчас ведь они, по сути, практически за все отвечают За ту же обязательную вакцинацию, тоже они Ну, тут вообще вопрос ведь, собственно, почему во многих регионах идет тяжело вопросы, связанные, там, с усилением данных мер Нужно понимать, что, там, региональный бюджет в основной своей массе – это доходы от мелкого и малого бизнеса Тут у нас и спикеров, сказал Олег Кассин, по-моему, слишком бедные, чтобы всех тут закрывать Естественно, как бы, закручивать гайки, там, для бизнеса можно, конечно, но до определенной поры, до тех пор, пока, там, бизнес еще дышит Как только он перестает дышать, это значит, что бюджет начинает, там, терять громадные деньги Да, в этом году за счет профицита федерального бюджета наш регион, там, подкормили Но где гарантия, что это будет продолжаться в последующие периоды А свой-то бизнес, хоть копеечку, но, как говорится, всегда стабильно мог приносить Поэтому усиление давления на бизнес – это, в первую очередь, удар по самой региональной власти По бюджету областному Вот, кстати, вы говорите, да, рычаги, пробуют рычаги, да, как на нас там можно влиять Вот, кстати, ну, когда ввели вот эту обязательную вакцинацию, говорили же, что будет много увольнений, значит, очень сильный работодатель в этом случае страдает В итоге чуть никаких массовых увольнений мы особо не видим Есть какие-то редкие случаи, да, вот тут сегодня появилась новость о том, что там девушка-логопед хочет опротестовывать, да, то обязательно вакцинацию Ну, вот массовости-то ведь нет никакой, мы на словах, получается, протестуем, а на деле не особенно Нет, смотрите, у нас же закон об обязательной вакцинации сотрудников предполагает срок, что там, грубо говоря, с 1 декабря То есть до 1 декабря или там до какого-то декабря время еще есть То есть, может быть, что-то мы увидим Может быть, мы что-то увидим в декабре, это раз Во-вторых, я думаю, что там бизнес, в том числе, ищет выходы об холода Да, то есть мы, как мне кажется, и по ощущениям, опять начинаем плодить теневой рынок, в том числе и кадров Когда люди работают уже без договоров или на основе, предположим, разовых договоров Тем самым особо не светясь в отчетности в налоговую, в статистику и так далее Поэтому вот там в том числе нужно анализировать эти показатели, которые, я думаю, что мы сможем получить только, дай бог, к сентябрю следующего года И вы имеете в виду, что если увольнения и будут, они могут быть такими, что человека уволили специально и перевели его, например, на гражданский договор, да? Да, да, да Ну, а как бы, если хороший специалист, а как делать-то? То есть даже эта статистика, в принципе, реальность ситуации не покажет? Ну, мы можем судить, предположим, по количеству сокращенных сокращений в штатном расписании, да, то есть количество сокращенных штатных должностей Мы сможем судить о том, что там, как бы, привело это к массовым увольнениям или нет А о том, является ли это рынок теневой, ну, тут уже другие показатели будут нам по доходности и по затратам Нужно будет там чисто экономически уже смотреть И тогда будет понятно, там, эти люди ушли совсем или эти люди просто переведены на другие формы отношений с работодателем Шесть минут у нас осталось до перерыва, даже пять Коротко две темы Ну, во-первых, наверное, нельзя не обсудить вчерашние выборы нового председателя общественной палаты Им стал Сергей Улитин Ну, просто коротко, не знаю, вот что вы видите Можно уже сейчас что-то сказать? Ну, посмотрите, я назову три цифры Первая, общественная палата за прошедший год вошла в топ 10 региональных общественных палат Это, на мой взгляд, результат работы не только всей общественной палаты, но и, в первую очередь, руководителя общественной палаты Во-вторых, Кировская область по данным исследований, ежегодного исследования Агентства стратегических исследований, которое проводится Оказалось на 54-м месте, в прошлом году было 74-е место И это, как бы, на мой взгляд, тоже говорит о том, что общественная палата тоже влияла на ситуацию с развитием гражданского общества Ну, и третий, наверное, показатель в том, что Кировская область с точки зрения рейтинга Министерства экономического развития Российской Федерации За год своих позиций не изменила В том году были 72-е, в этом году были 72-е Поэтому, то, что прежняя общественная палата была эффективна Тут, я думаю, что долго рассуждать не надо Это, там, заметили все, и количество постов, публикаций, в том числе критикующих, в том числе, там, ну, каким-то образом рассуждающих с привязкой к общественной палате было достаточно большое Но обвиняли их в том, что немного инициативы от Никитской, в частности Ну, больше-то обвиняли в том, что они поддержали, там, несколько законопроектов, которые продвигались сверху Но это отдельная история, отдельный разговор Что касается, там, Сергея Николаевича Улитина, да, там, этот человек тоже не первый раз и не первый год Он все созывы был Не первый созыв в общественной палате Поэтому, я думаю, что если он подхватит вот это, этот путь, это направление, это знамя, да, там, у Натальи Ивановны и дальше будет продолжать работать в таком же интенсиве То у него все получится Он человек опытный, он давно в этой теме, и он знает, как это все работает Но все зависит от Сергея Николаевича Удачи ему Еще одна тема Вот, подписалась я ВКонтакте на Романа Береснева Теперь он у меня в друзьях И я читаю его новости И пишет он о том, что вместе с коллегами-депутатами В том числе, кстати, и с представителями оппозиционных партий Они выдвинули законопроект, который позволит развивать молодежную политику в нашем регионе Вот вы с этим документом знакомы? Нет, я этот документ не видел И, ну, понятно, что, как бы, если у меня там есть желание, можно зайти на сайт ЗАГС Собрания и увидеть проект данного закона Но там эта тема не новая, эта тема уже лет 15-20, да, то есть принятие закона И вопрос здесь даже не столько в том, чтобы такой закон был, да, там, многие сейчас говорят о том, ну, мы там один из немногих регионов, кто такой закон примет Даже несмотря на то, что, как бы, новый федеральный закон еще, как говорится, не начал работать Проблема не в наличии закона, проблема в содержании закона И поэтому, если бы коллеги депутаты, прежде чем вносить его закон в законодательное собрание, провели бы обсуждение этого закона Там не с молодежным парламентом, а там с молодежью, со студентами, с молодежными организациями и с экспертным сообществом, да То, возможно, можно было бы предположить, что, да, действительно, данным законом и проектом власть хочет что-то поменять в молодежной области с точки зрения защиты интересов и прав молодежи А теперь без меня меня женили, да? Ну, теперь мы, скорее всего, получим, опять же, декларативный закон, который вряд ли приведет к увеличению финансирования сферы молодежной политики Вот, а, скорее всего, просто, как бы, будет содержать некие нормы, которые на практике уже в большинстве своем они либо есть, либо они, как бы, не актуальны и не востребованы Сходим на рекламу сейчас и вернемся через полторы минутки Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова В гостях у нас вице-спикер УЗС 5-го созыва Михаил Курашин Михаил, начали мы с вами о молодежной политике говорить Кстати, упомянули вы молодежный парламент А вот почему он, кстати, у нас вот какой-то всегда, не знаю, грубо, наверное, назвать его полумертвым Но мы ничего не слышим о нем практически никогда Причем, мне кажется, каждый созыв, когда он начинает работу, хочет возродить, значит, молодежный парламент Заставить его шевелиться Ну, посмотрите, да уж, если говорить объективно, Мария, да, там, а какие молодежные организации вы знаете? Ну, тут тоже возникает вопрос То есть молодежный парламент и молодежное правительство – это такая же форма молодежной организации Только ее отличие заключается в том, что она вроде как при региональной власти И поэтому о ней мы слышим, может быть, чуточку чаще, чем, предположим, о российском движении школьников Там, об организации ЮКОНа, о российском союзе молодежи и так далее и тому подобное Почему они полумертвые? Ну, потому что, опять же, понимаете, создать, там, подтянуть молодежь, которая интересуется политикой – это просто Удержать молодежь, которая интересуется политикой, удержать ее мотивацию Для этого уже нужна определенная профессиональная компетенция, да, то есть знать, как работать Сделать эту молодежную организацию эффективной А в чем эффективность заключается? Эффективность заключается, в первую очередь, в том, что потом эти молодые люди должны идти, собственно, в политику И в том числе занимать, там, посты Вот тут уже требуется талант Да, то есть примеры есть, там, мы можем как угодно относиться, предположим, называть молодежный парламент полумертвым Но, предположим, тот же Владимир Костин, если мне не изменяет память, был депутатом молодежного парламента, там, одного или двух созывов То есть примеры такие есть, там Эти люди в отдельном количестве пробиваются, но пробиваются, опять же, самостоятельно, без какого-либо участия власти Поэтому, вот, на молодежный парламент нужно смотреть, как на организацию А раз это организация, то здесь очень важно управление этой организацией И профессионализм с точки зрения содержания Вот если это будет присутствовать, тогда там это может работать Если опять это все остается на уровне декорации Что вот есть федеральный, там, молодежный парламент, есть региональный Там у нас был период, когда молодежные парламенты создавали на уровне муниципалитетов, администрации муниципальных образований Ну, там, слава богу, они трансформировались, либо просто умерли, либо трансформировались в молодежные советы Вот, ну, это вот, это такой, знаете, государев стиль с момента конца советского, там, комсомола С момента конца комсомола Когда, там, наша задача что-либо обозначить И периодически об этом вспоминать Комсомол, там, это была цепочка, да, там, комсомол действительно был тот механизм, который вел людей, которые проявляют свои лидерские качества В вопросах администрирования, в вопросах политики и помогали им делать карьеру Политическую и административную Вот, здесь, как бы, таких путей нет Ну, главное, чтобы не отбивали желаний А, как бы, а раз нет вот этого, там, то, что сейчас можно назвать социального лифта То, соответственно, это и отбивает желания То есть, молодежь достаточно категорична Во-первых, сама специфика молодежи в том, что Удержать ее мотивацию очень тяжело Долгое время А, во-вторых, как бы, если она не получает то, что обещано Она становится в оппозицию То есть, она становится тем, кто начинает, как бы, критиковать и разрушать Почему сейчас, там, в соцсетях активно развиты вот эти все оппозиционные направления Почему существует большой, там, негатив в отношении молодежной политики Потому что молодежная политика не получает то, что продекларирована Государственная политика И поэтому это, вот, возвращаясь к закону о молодежной политике Да, там, принять такой закон Без экспертов, без молодежи Это практически, опять же, там, создать условия Когда этот закон будут все поминать Только с точки зрения критики Того, что происходит Еще о политике поговорим Не о молодежной теперь Хорошо Елена Ковалева выдвинула идею Давно мы ее уже обсуждаем Ну, вот, с вами еще не говорили на этот счет О том, чтобы отменить в гордуме голосование по спискам И голосовать только за одномандатника Вот вы такую идею как оцениваете? Ну, смотрите, да, то есть, там все уже в эфире И там, каждый в своих возможностях уже прокомментировал Что там, понятно, цель Да, там, это неуверенность Единой России в том, что она сможет получить большинство Здесь все понятно, все очевидно С точки зрения, опять же, общего подхода или общей концепции Я за то, чтобы выборы были максимально просты Да, то есть, там, ситуация с двумя-тремя Или, как у нас были там последние выборы Сколько? Шесть бюллетеней было, да, там Притом это все портянки То есть, длинные списки Ну, точно не способствуют тому, что люди там придут и будут Заинтересованы в осознанном выборе, да, то есть, это крайне неудобно Поэтому, если выборы будут проще, там это будет лучше от этого Но дальше встает вопрос уже, проще это как? Вот, действительно, какая разница, мне галку за партию поставить? Или вы имеете в виду, что меньше бумажек будет, да? За партию уже не надо ставить галку Если мы вернемся к тому, что, собственно, в городской думе мы выбираем конкретных людей Которых должны знать, из которых потом мы будем спрашивать, да, там Ну, пусть это будут одномандатники, вопросов нет Пусть это будут, там, назовите их одномандатники Или просто никак, не называйте просто, там, выборы по представителю, да Как это было, там, в истории всех, наверное, государств, когда, там, не по партийной принадлежности выбирали А выбирали именно по человеку Ну, а дальше потом уже будет возможность спрашивать Я не вижу никаких, там, больших рисков от того, что эти выборы упростятся, по крайней мере, на один бюллетень Дальше, конечно, уже другой вопрос возникает Что если таким образом выбираются депутаты городской думы, то, соответственно, там, как будет избираться глава города И нужен ли этот глава города Либо это, условно говоря, знаете, как в истории, опять же, в фильме Иван Васильевич меняет профессию, да Там, когда есть царь, есть бояры, бояре, которые советники, то есть своеобразная дума И никто из бояр, собственно, там, не претендует на должность царя и не лезет туда Но они являются, там, советниками, к которым царь прислушивается и, как бы, на это и ориентироваться Поэтому, вот, на мой взгляд, там, следующим шагом нужно тогда сделать будет Убрать вот эту всю несуразность, связанную с раздвоением должности главы города, главы администрации, там, созданием комиссии и так далее То есть следующий шаг тогда должен быть, там, прямое избрание главы города теми же жителями Ну да, если уж мы депутатов выбираем лица, знаем, так вроде бы странно было бы, да То есть вот, как бы, вот тогда это будет логично А если это просто политтехнология, ну, там, ну, тогда, значит, там, к следующим выборам будем еще какой-нибудь вариант придумывать Сокращать количество, как это было в ЗАГС-собрании, сокращать количество округов Понимая, какие округа, там, чисто, ну, грубо говоря, единороссовские, да, там, и тем самым, как бы, сокращать количество депутатов И, соответственно, там, чтобы обеспечивать себе большинство А вот, кстати, вы говорите, что это сделает выборы проще, да, ну, вот в один конкретный день Но зато появится довыборы, то есть их появится больше Если сейчас половина депутатов, то потом будут все, которых нужно довыбирать, а не просто назначить следующим по списку Ну, слушайте, как бы вопрос того, что если депутаты смогут работать в интересах людей, люди это почувствуют И вырастет уровень доверия к власти со стороны жителей Ну, ничего страшного нет в том, чтобы пойти до выборы, там, и люди приходили на эти до выборы Там, ради бога, если, как говорится, все для людей, тогда и люди, там, примут это Это будет проще То есть мы будем понимать, что, там, вот, там, на этом округе депутат выбыл Ну, значит, нужно избрать другого депутата Ничего в этом карбольного нет А когда начинается, там, вот этот выбыл, он шел по партийным спискам А по этим партийным спискам вот этот должен отказаться Вот этот, там, не хочет и так далее и тому подобное Ну, там, прикиньте, что в головах у людей-то творится Там, я, вроде, как говорится, кого-то выбирал А на самом деле, там, ребята-то сейчас без меня все это решают Но это неправильно Закончилось время у нас Михаил, спасибо вам большое за разговор Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям Всего доброго и здоровья Особое мнение на 101FM